Наша сегодняшняя тема – это концепция личного воздаяния книги «Хроник». Тема в каком-то смысле центральная для автора книги «Хроник», как мы увидим. Собственно, она центральная и для всего дальнейшего развития иудаизма. Я напомню, прежде всего, следующую вещь, что до определенного этапа идея воздаяния, передаваемого из поколения в поколение, воспринималась совершенно естественным образом, без возражений. Мы видим в теории, например, заявления в «Десяти заповедях», в «Деколоде» о том, что Бог наказывает за грехи отцов следующие поколения. Есть несколько характерных примеров в книгах ранних пророков, когда дети платят за грехи своих родителей, как, например, в результате греха Давида с Баршевой, самую жестокую цену платит родившийся у него младенец, который умирает. И, скажем, в истории книги царей о Бахаве, царе Израиля, говорится, что он раскаялся, и поэтому в связи с историей о винограднике Навота, которую он отнял фактически силой, и сам навод был убит, он раскаялся, и поэтому наказание будет перенесено на следующее поколение, не в его дни. И таких примеров довольно немало, но на определенном этапе. Еще один, может быть, я пример приведу из книги ИХА, где говорится, что отцы согрешили, и их уже нет, наши отцы согрешили, и их уже нет, а мы внесем наказание. На определенном этапе эта концепция начинает подвергаться критике, и эту критику мы видим в книгах пророков. Вот у вас здесь есть два текста, довольно характерных, один из книги пророка Ермияу, другой из книги пророка Епискеля, которые последовательным образом проводят идею о личном воздаянии. Оба используют одну и ту же пословицу, которая, видимо, служила как некоторое выражение идеи наследственного воздаяния. В те дни, говорит пророк Ермияу, не будут больше говорить отцы ели незрелый плод, а у детей на зубах оскомину. А каждый будет умирать за свою вину, у каждого, кто будет есть незрелый плод, у кого и будет на зубах оскомину. Еще в более жесткой форме это сформулировано пророком Епискелем, который вообще может быть воспринят как знамя идеи личного воздаяния. Это у него появляется в местах. И было слово Господне ко мне сказано, что с вами. Вы рассказываете притчу, это в земле Израиля, говоря, отцы ели незрелый плод, а у сыновей оскомина. Живья, слово Господа Бога, не будет у вас в треть употребляться пища этого Израиля, а ведь все души мои, они как душа отца, так и душа от сына моей, они душа согрешающая, она умрет. А на пищах вот это дитамут. Это как бы, что называется, качество эпиграфа к нашему сегодняшнему занятию. Мы увидим, что автор книги Хроник оказался под очень сильным влиянием этой пророческой концепции Ермияу и Епискеля. И в связи с этим мы посмотрим, как он изменил некоторые рассказы в книге царей, подчиняясь этому идее личного воздаяния. Понятно, что для него это значило следующее. Если в книге царей описано нечто дурное, произошедшее с тем или иным царем, необходимо найти причину, почему это с ним происходит. То есть он наказывается за какое-то преступление, идея преступления и наказания. Одновременно для него было невозможно допустить ситуацию, в которой бы грешник не платил по своим счетам, а платили бы его дети. И вот мы с вами сейчас обратимся к конкретным текстам. Опять же, я разделил это на царей иудеев. Мы начнем с Райхавама, о котором рассказывается в частности, что в его дни, как сказано в книге царей, вот я 25-й стих, я вижу, что от Бори пришло сообщение. Мне кажется, что это не критика, а утверждение, что раньше такое бывало, что дети отвечают за отцов, но больше не будет. С точки зрения самого высказывания это действительно так. Но с точки зрения, как бы сказать, типологической, речь идет о кардинальном пересмотре концепции воздаяния. Я еще раз повторяю, до этого этапа представление о том, что воздаяние передается по наследству, не подвергалось никакому сомнению. Мы не видим у авторов ранних пророков каких бы то ни было колебаний на эту тему, когда они описывают это. В то время как после этих пророческих заявлений, вот этой идеи личного воздаяния, мы увидим, как это формирует рефлексию автора книги Кроник. Сейчас буквально в следующих же текстах. Итак, рассказывается книга царей, я в 25 стихе 14 главы, что на пятый год царства Нерахавама в Иерусалим вторгся египетский параон, Шишак или по-русски Шишин, который был представителем так называемой ливийской династии в Иерусалиме. И, как тут сказано, взял сокровище Дома Господня и сокровище Дома Царского. И взял все золотые щиты, которые сделал Шнумо, и сделал царе Савам вместо нитмерной щиты и отдал их руки начальникам строоходов, охраняющих ход Дом Царя. Само по себе это историческое сообщение о вторжении Шишенко или Шишака в Иерусалим крайне интересно, потому что в данном случае у нас есть некоторый внешний источник, с которым мы можем сравнить, а именно египетская надпись, которая описывает поход этого параона, произошедший в 10 веке до новой эры. Любопытно, что эта надпись представляет список городов, которые в Иерусалиме Израиле захватил Шишак, в результате своего похода. Видимо, целью этого похода было восстановить египетскую глимонию на территории бывшей страны Ханаан. Но в этом списке Иерусалим и ответственные города как раз-таки не упоминаются. О чем это может свидетельствовать, сказать трудно. Вряд ли бы автор книги царей стал бы придумывать вторжение в Иерусалим, если бы у него не было какого-то источника. Так что на этот счет у нас однозначного ответа нет, что же там именно произошло, вторгался ли Шишен в Иерусалим или нет. Вынуждены примириться с этими двумя предваречивыми средствами. Но нас, собственно, интересует сейчас даже не это. Нас интересует, как это изображено в книге Хроник. Просто смотрите. 12 глава. Дальше описываются опять такие гиперболические подробности о колоссальном войске Шишаса или Шишенка, о которых нет в книге царей. И вставляется еще одна вещь, которая уже, что называется, на будущее нас направляет, поскольку следующая наша тема будет роль пророков в книге Хроник, которых автор книги Хроник вставляет очень часто в свои полиставания, с тем, чтобы тоже подчеркнуть концепцию лаждаяния. Согласно этой концепции, Бог ничего не совершает, не предупредив сперва через пророка того, кого он собирается наказать. Вот здесь появляется пророк Шаманья. Он на самом деле фигура упоминающейся и царей, как пророк, который запретил Равану воевать с Раваном, когда тот отпал от Иудеи. Но здесь он в другой роли, и об этом в книге Хроник ничего не говорится. Он является царей Хроник Обаму, которые собрались в Иерусалим, спасались от Шишата, и говорит им, так говорит Господь, «Вы оставили меня, зато и я оставил вас в руках Шишата». И покорились князя Израиля и в Итаре, и сказали, правильный Господь. «И когда увидел Господь, что они покорились, было слово Господня пророков Моя, они покорились, не истреблю их, и дам им частичное избавление, и не прожил этот днев мой на Иерусалим рукой Шишата. Однако они будут слугами Его, чтобы знали, каково служить мы, служить как у земным». И дальше, собственно, пересказывается та история, которую мы видели в книге царей. Что мы видим? Вполне невозможно исключить, что автор книги царей тоже увидел этот поход Шишака, Шишенка, как наказание Бога. Но он этого прямо в любом случае не написал. В то время как автор книги «Кроник» это напрямую озвучил. Поход Шишака – это наказание за отпадение от Бога, за уход от Торы. Кому по себе упоминание Торы тоже важно для автора книги «Кроник», об этом отдельный будет разговор в свое время. И с другой стороны, раскаяние служит немедленным объяснением того, почему Шишак полностью не разрушил Иерусалима. Он его не разрушил полностью, потому что Роколам раскаялся, и поэтому это лишь частичное порабощение. То есть мы видим здесь, как работает эта концепция личного воздаяния. Согрешил, накажем. Раскаялся, наказание смягчается. Движемся дальше. Следующий наш персонаж – Йошапат. Собственно говоря, тот текст, который я сейчас представлю, мы уже видели с Йошапатом. Я еще раз просто буквально его напомню. Он очень коротенький. О том, как в конце первой книги царей говорится, что Йошапат сделал корабли, чтобы идти в Афир за золотом. Но они были разбиты. В Иерусалим Гевере, то есть на юге. И тогда ему было предложено царем Израиля Ахазии, чтобы они вместе шли на кораблях за этим золотом. Но Йошапат не захотел этого. Теперь мы посмотрим, как это переделано в книге Кроник. А затем Йошапат, царь Иудей, связался с Ахазией, царем Израиля, который действовал беззаконно, и объединился с ним, чтобы построить корабли для отправки в Таршиш, и построили они корабли в Иерусалим Гевере. Заметив, все наоборот. Почему и ради чего? Опять-таки появляется пророк, и предсказал Ильязов, сын Додаваю, из Морейши о Йошапате, персонаж, который не появляется во первой книге царей, и говоря, «Так как ты объединился с Ахазией, то разрушит Господь дело твое, и разбились корабли, и не смогли идти в Таршиш. Итак, автору книги Кроник необходимо объяснить, почему корабли праведного Йошапата разбились, и он не смог добыть золото в Ахазии. Для этого он переворачивает исходное сообщение из Кангитарей и говорит, что это как раз как-то произошло из-за того, что он объединился с Ахазией. Движемся дальше. Следующий пример. Это царь Йорам, который правил уже после Йошапата, его сын. И здесь говорится следующее. «В пятый год царствования Йорама, сына Ахава, царя израильского, за Йошапатом, царем иудейским, стал царем Йорам, сын Йошапата, царя иудейского. В детстве двух лет был он, когда он стал царем, и в восемь лет он был царем Иерусалима. Следовало он пути царя израильского, поступал до Махава, потому что дочь Ахава была его женой, и делал он то, что дурного, чак Господник, это мы уже с вами обсуждали в прошлый раз, но не хотел Господь погубить иудею ради Давида раба своего, так как он обещал ему царство, светильник ему и детям его навседнило. Все два дни Йоравама отложился и дом от индей, и поставили они над собой царя. И прошел Йорам в Цаире, с ним все колесницы, и было встало ночи, и поразило домея на кружавших его начальников и колесницами, но народ убежал в шатны свои. И отложился и дом от иуды до сего дня, в то же время отложился и дом. Значит, я думаю, что вы, исходя из того, что мы уже сказали, можете сразу же догадаться, что добавит здесь автор книги Проник, может быть, кто-то односекундно отреагирует устно или письменно, что он, собственно говоря, здесь захочет добавить, чтобы, опять же, сделать вот эту модель воздаяния. Я вижу, что ответа пока не приходит, но вы можете это увидеть здесь. Во дни его Йорам отложился и дом от иудеев, и поставили они над собой царя, и прошел Йорам своими начальниками своими, и с ними все колесницы и так далее. Все это по книге царей отложился и дом от иуды до сего дня, и вот мы доходим до ключевого выражения. В то время восстал город Ливно-Бродьбов власти, потому что он оставил Господа благоотворения. Итак, отпадение и дома, и ливны от иудеев есть результат того, что Йорам оставил Бога. То есть это всегда автором книги «Кроник» соблюдается. Теперь мы подходим, может быть, к самому интересному из моментов, или к одному из самых интересных, царь Йораш. Чтобы, перед тем, как мы прочтем о царе Йорашем, я скажу следующее. Царь Йораш пришел к власти при необычном обстоятельстве, которое описывается в книге царей. Он был внуком той самой Аталии, дочки, судя по всему, Ахава, которая была замужем за иудейским царем. И после смерти, гибели сына своего Ахави, который погиб от рук и внук, возглавившего переворот против династии Умри Ахава в Израиле, она, как описывается в книге царей, ради того, чтобы достичь единоличной власти, истребила всю свою родину. И остался только один вот этот самый Йораш, ее внук, которого прятала священническая семья. Первосвященником был Йояда. Он был маленьким ребенком, его прятали до поры до времени, пока Йояда не смог составить некий заговор против Аталии, результатом которого было ее свержение и предание казни, и к власти пришел тот самый Йоаш. Йоашки ставлен в книге царей, как праведный царь, который в частности произвел ремонт, такой очень серьезный ремонт храма. Но в конце нам сообщается следующее, в конце его царствования, вот я в 21 стихе 12 главы книги царей, «И восстали рабы его, и составили заговор, и убили Йоаша Бейтмилона, и по пути силу, и рабы его, и Азахар сын Шима, и Азава сын Шима, поразили его и он умер». Я думаю, что вы опять же могли бы сходу сказать, что добавит здесь автор книги царей. Но в отличие только от предыдущих текстов, он не довольствуется здесь парой фраз. Он добавляет целый рассказ, крайне интересный, который впоследствии послужил основой для целого ряда мидрошей. И на последнем занятии нашего курса мы и об этом будем говорить. Пока что я вам представлю этот рассказ. «И сосалился Йоада, тот самый Коэн Додоль, священник, и насытился днями и умер. 130 лет ему было, когда он и похоронил его в городе Давида, с царями, потому что он делал добро в Израиле. Но после смерти Йоады, вот здесь мы поставим славно, они пришли к негде Иуды и поклонились царю, когда царь стал слушаться их». Царь это имеется в виду Юаш. «И они оставили дом Господа Бога, отцов своих, и стали служить Аширам и Идолам. И был гнев Господь на Иуду Иерусалим за эту стену. И он посылал к ним пророков, заметьте, опять же пророки, для обращения их к Господу, и они предупреждали их, но ты не слушал. «И Дух Божий облег Зехария, сына Йоады, священника, то есть того самого умершего Йоады, и встал он на возвышение пред народом и сказал, «Так говорит Бог, зачем вы приступаете к повелению Господа? Не будет удачи вам. Как вы оставили Господа, так Он оставит вас». И сговорились против него и побили его камнями по приказанию царя во дворе дома Господня. «И не вспомнил Йоаш царь милость, доказанную ему Йоадой, то он его и убил, его сын и умирая, сказал Захария, «Да убили в Господе, зыщи». И по истечении года выступил вопрос от него Йоаша ввозь к Араму и вошли на Иудею и Иерусалим, и поглубили из народа всех князей, и к суда выше послали царю в домах, и так далее. «Ибо оставили иудею Господа Бога оттолковой, и над Йоашем совершили суд, и когда они ушли от него, оставили его в болезни тяжкие, и сговорились против него рабы его, закровцы на его язык священника, и убили его в его кровать, и он умер, и похоронили его в городе Давида. И вот те, кто составили заговор против него, «За вас сын шимат амонитянки, и за вас сын шим ритма амитянки». Здесь есть несколько моментов, я вернусь на предыдущую страницу. Значит, Итак, в книге «Царей», кстати, я не упомянул, тоже упоминается поход царя Арамейского на Йоаша без всякой связи с тем рассказом, который мы привели. У него нет никакой параллели в книге «Царей», придуманный его автор книги «Хроник», или у него был некий источник, мы не знаем. Важно, что царь здесь обменяется в крайне тяжком преступлении, в убийстве человека, который, во-первых, был фактически первосвященником, сыном первосвященника, во-вторых, человеком, который стал пророком, его облет, так сказать, сказано, Божий Дух, в-третьих, он убил его не в деньгами, а в помещении храма. То есть это тройное преступление. Впоследствии, повторяю, эта история о убийстве пророка Захарии, сына Иояды, была всячески раскручена и в еврейской паумудической традиции и в христианской традиции, при этом, как мы увидим в дальнейшем, там произошла некоторая путаница, несколько Захарий объединились в одном лице. Для нас важно именно это. Каким образом автор книги Хроник объясняет две вещи. Во-первых, поход арамейского царя на Иоаша, а во-вторых, то, что он не умер, как полагалось бы праведному царю, спокойно в своей постели присвящены днями, а против него был составлен заговор, его убили. Попутно заметьте. Есть еще одна любопытная вещь. Автору книги Хроник неудобно, что иудейского царя убивают евреев. В книге царей сказано, что его рабами были Иоазахар, сын Шумат, и Иоазахар, сын Шумел. Смотрите, что делает автор книги Хроник. Он превращает этих деятелей в инородцев, чуть-чуть меняя их имена. Вместо отцов появляются здесь матери, сын Шумата Манитянки, и Иоазахар, сын Шумрит, Мавитянки. Я сейчас не имею возможности в недостаточном времени входить в подробности касательно того, почему именно эти народы были избраны в качестве породивших преступников, поднявших крупы царя, сына Манитянки, сына Абитянки, и почему автор книги Хроник меняет происхождение с отца на мать, это отдельный вопрос, который бы вел нас сейчас очень далеко. Важно для нас, во-первых, повторяю, сам принцип воздаяния и то, что это делается руками инородцев. Последствия мудрецы в мудрецкой эпохе, шистой эпохе сформулируют принцип, что наказание часто свершается руками того, кто сам должен быть наказан, или, как говорится, ахобами, гадели, дали, дей, хая. В данном случае этот принцип с автором книги Хроник приводится в действие тем, что Юаша убивают чужаки, инородцы, представители народов, по поводу которых сказано, что они не должны войти в общество Господня. Такова эта история про Юаша. Правильно, интересная. Мы переходим к следующему царю, сыну Юаша Аммартии, о котором в книге царей рассказывается, что он сразился с сыном с израильским царем Юашем, другим Юашем. Пока вы должны не снизу, что имена израильских и иудейских царей нередко совпадают с родственницей народов. При этом книга царей не предоставляет объяснений, что толкнуло Аммацию задираться по отношению к Юашем. Мы только понимаем из рассказа, который здесь представлен, что это было довольно опрометчивым поступком со стороны Аммации, потому что израильская царь была более сильная, чем иудейская. И Юашем отвечает и насказательность здесь. Говорит так, колючка, которая в Ливане послала сказать Эду, отдай дочь моему в жены. Но прошел полевой зверь, который был в Ливане и раскоптал эту колючку. Действительно ты побил Эдамильян, смог победить Эду, и возгордило сердце твое. Почитай же себя и сиди у тебя дома. Зачем тебе дразнить деду, чтобы полцы иудах с тобой? Но Аммации его не слушают, между ними происходит бой, разрушает Иерусалим. Одно из разрушений Иерусалима, это малоизвестно, было, согласно книге царей, произведено израильским царем. Пошел Иерусалим, разрушил стену Иерусалимского отворота и прайма, взял все золото и все укреп, которые были в храме и в сокровище и в сад сходах и так далее. После чего Аммацию опять же умертвили, был договор, его умертвили опять-таки заговорщик. Теперь посмотрим, как это выглядит в книге хроник. В книге хроник это выглядит следующим образом. Перед этим из книги царей тоже рассказывается, что Амация, как мы видели, победил Эдамитян. И вот, что добавляет автор книги хроник удивительным образом. То, чего нет в книге царей. Когда вернулся Амация в паразит Эдамитян, то принес он богов Сеира, сынов Сеира, то есть богов поставил на себя богами и перед ними кланялся на них. Удивительная история, сам Амация, наверное, бы сильно удивился, прочтя такое. И воспылал гнев Господа на Амацию и послал ему, опять, заметьте, пророка, и тот сказал ему, зачем ты обратился к богам этого народа, отрызни, спроси народа своего от руки и когда он пророк говорил ему, царь ему сказал, разве советникам царским поставили мы тебя прекрати, чтобы не убили тебя. И перестал пророк сказал, я знаю, что решил бог погубить тебя, потому что ты сделал это и не послушался совета моего. И вот после этого Амация посылает послов к Юашу, задирается и происходит этот бой. Юаш захватывает Амацию в плен, а потом история о зазоворе и гибели. И так автор книги Хроник идет совсем далеко. Впрочем, как и в случае Юаша Талей Иудейского. Там он приписал Юашу убийство пророка и сына священника в храме, а здесь он приписывает Амации идолопоклонству. Естественным образом поразил Адамитян, соблазнился, принес их богов и им планиров и им подел. Это, кстати говоря, одна из тем авторов книги Хроник иудейские цари, которые наказываются, кончают плохо, часто в его текстах являются идолопоклонниками, мы видели это в прошлый раз в случае Ахаза. Так что и здесь автор книги Хроник сохраняет очень четко, ведет свою линию, личное воздаяние и только может лежать по основе таких событий наказание за грех. Движемся дальше. Это у нас был царь Амация. Мы переходим к интересной истории про царя Азарию или Узию. Дело в том, что он называется двумя именами Азария из книги царей, Узия из книги Хроник. Какое из этих имен исконное сказать трудно? Оба они похожи по своему значению. Но значение мы будем говорить в отдельном занятии, что рассказывается об этом царе. О нем говорится очень кратко. И царей говорится, что он был праведным, что он долго правил, 52 года, там, в Иерусалиме, делал то, что было праведным в очах Господня. И вдруг неожиданно говорится, и поразил Господь царя, и был он прокаженным до дня смерти своей, и жил в доме прокаженным. А я там сын царя виноват виноват и судил народ страны, то есть как бы еще при жизни Узи его сын фактически правил. Я думаю, что здесь уже любой из вас может сразу же сказать, что вставит автор книги Хроник. Никто не хочет отреагировать, господа, данные. Что вставит нам автор книги Хроник, я вижу молчание, но я надеюсь, по крайней мере, что меня хорошо слышно. Как вы понимаете, он должен объяснить, на что же Господь поразил царя, если тот был правильный. Да еще и как, проказы. И вот, что нам рассказывается в книге Хроник. Но когда он сделался силен, и это мы уже видели в случае Рахавама, то есть одни и те же мотивы повторяются, возгордилось сердце его до нестерпимости, и он проявил вероломство перед Господом Богом своим. В чем? Вошел в храм Господень, чтобы воскурить на алтаре воскурения, и пошел вслед за ним Азария священник. Интересно, что здесь именем Азария назван Коэн, и с ним 80 священников Господни и воспросили лицарю Узи, и сказали ему, не тебе Узи воскурять Господу, но священникам сыном Аароновым, освященным для воскурения, выбей в святилище, ибо ты изменил, и не будет тебе почета от Господа Бога. И разгневался Узи, а в руке у него кадильница для воскурения. Когда разгневался он на священников, проказа появилась на Алгуеву перед лицом священником в доме Господнем у алтаря воскурения. И обратился к нему Азария первосвященник и все священники, и вот у него проказа на Алгуеву и торопливо вывели его оттуда, да и сам он решил удалиться, так как поразил его Господь и так далее. Итак, здесь рассказывается история о том, как Узи пытался узурпировать, так сказать, функции первосвященника. И на самом деле, даже если это сама по себе история, автором книги Проник придумана, является подобного воображения, мы должны здесь отметить, что спорт о том, имеет ли право царь быть жрецом или нет, это спорт, который велся не только на протяжении эпохи первого храма, но и на протяжении эпохи второго храма. С одной стороны, мы привыкли к тому, исходя из кекстофоры, что только действительно Аарон и его потомки являются легитимными жрецами, однако мы знаем, что на всем Древнем Востоке было общим местом, что верховным жрецом является одновременно царь. Мы знаем это и из Мецопотамии, и из Игипта, и из Ханаана. Это было неким общим местом. Мы знаем также о том, что мы к этому придем на следующем занятии, что по крайней мере во времена Давида, согласно книге царей, его сыновья были жрецами. В книге Шмуэль. Есть текст 110-й псалом, где тоже фактически Бог обещает потомку Давида, одному из царей, вечное жречество, как там сказано, по чину Малтицедека, того самого Малтицедека, который упомянут в книге Горешиты, который одновременно является царем и жрецом Бога Всевышнего. Царем Иерусалима и жрецом Бога Всевышнего. Впоследствии, как я говорю, этот спор перегинулся и в эпоху Второго Храма, особенно во временах Османеев, которые были, как известно, по происхождению священниками из Модиина, но на определенном этапе объявили себя царем, царями. И вот это двойственное функции царства и священства было одной из причин, видимо, по которым они, эти космонейские цари, рассорились с полисеями, с рушинами. Все это отдельная история, я сейчас, опять же, не могу входить в подробности, для нас, опять же, для нашей темы важно подчеркнуть, Узия наказан за узурпацию полномочий, которые ему не принадлежат. Он царь, а не первосвященник. И мы движемся к следующему тексту, к следующему тексту, и мы дошли до очень интересного персонажа, до царя Минаше. Царь Минаше, один из последних царей иудеей, сын Хискияу, царя, который в книге царей является одним из эталонов праведности, хотя, с точки зрения чисто исторической, его политика привела к тому, что Иерусалим не был разрушен санхиривом, царем Ассирии, поскольку Хискияу восстал против него. Минаше, наоборот, был крайне проасирийский настроен и был верным, так сказать, ватсалом Ассирийских царей, правил совершенно спокойно в течение 50 с лишним лет и объявлен автором книги царей конкретным виновником будущего разрушения храма. Почему? Ну, можем увидеть это то, что написано. И делал он то, что было зло в очах Господних подобным нервничем тех народов, которых прогнал Господь от сынок Израила. Он подстроил жертвенное возвышение, которое уничтожило в Песняху отец его, поставил жертвенники Баалу, делал Шируков, делал Абцарь Израильский, поклонялся всему воинству небесному и служил ему. Иными словами он обвиняется здесь и выдал поклонствие. Насколько это обвинение аутентично с исторической точки зрения судить трудно, но вполне возможно, что Минаше Татьяхан стремились скопировать сирийские кунки. И построил он жертвенники в Доме Господнем, и построил жертвенники всему воинству небесному, и проводил сына своего через загон, то есть он обвиняется в человеческих жертвоприношениях или нечто подобное этому, выражил, колдовал, и в результате это привело к тому, что совратил Минаше свой народ, чтобы они делали зло большее, чем те народы, которые как тут истребил Господь перед сынами Израилами. Результат ответ Бога заговорил Господь через рабов своих правов и сказал «За то, что Минаше царь издейский делал эти мерзости, поступая хуже, чем поступали и морейцы, которые были до Него, и ввел в грех Иуду своими игровами, за то, так сказал Господь Бога Израил. Вот я на виду на Иерусалиме и веду такое бедствие, что у каждого, кто услышит о нем, зазвенит в обоих ушах, и протяну на Иерусалим мерный шнур шамурона и ответ дома Ахала, то есть это как бы метафора разрушения, и сотру Иерусалим так, как вытираю тарелку, вытрутая, протянут ее вверх дном, и отвергну я остаток удела на его, и придам их руки врагов, и будут они отданы на разгребление, на разобрение и обохрание всем врагам и за то, что они делали то, что я изглова чахну, и гневили меня с того дня, как вышли от Сильфа и Египта и до сего дня. А кроме того, автор книги Хроник сообщает о том, что Минаше пролил много невинной крови, так что наполнился Ею Иерусалим от края до края, то есть он был тиран. Впоследствии эта традиция тоже всячески разрабатывается, и Осиплавий утверждает, что Минаше убивал пророков, а в Мидрашах, опять же, более поздний, говорится, что он убил непосредственно пророка Исаи, Ишаяу. Так рассказывается книга царей, и неожиданным образом мы видим конец. И почин Минаше с отцами своими и погребен был в саду, ведом его в саду вуза и стал теремен с его амон сыновым. И так разрушение храма не происходит в дни Минаше, хотя он был непосредственно виновником. Почему? Опять же, для автора книги царей это не проблема. Он знает, что храм был разрушен через несколько поколений этих контактов. Примерно через несколько десятков лет, примерно через 50 лет после смерти Минаше. Это некий факт. Храм был разрушен при царе и один из потомков Минаше. С другой стороны, ему необходимо объяснить папу разрушения храма, и логически его обосновать. И единственный персонаж, который, с его точки зрения, годится на роль такого страшного виновника, это Минаше. Для него нет проблемы объявить Минаше виновником, но само наказание придет в одни его детей. Теперь давайте посмотрим, что делает с этим автор книги Хроник, для которого это проблема и проблема очень серьезная. Он тоже описывает очень подробно все грехи Минаше. Я не буду зачитать, это вот первые стихи 33-й главы книги Хроник. И вдруг он нам сообщает следующее. И говорил Господь Минаше и к народу его, но они не внимали это исключение в хороках, и привел Господь на них военачальнику царя Ашура и заключили Минаше в кандалы и отравили его о полне и отвели его в Бавилон. Начать с того, что странно, что по его верного вассала царь Ашура решает заключить в кандалы и отвезти в Пель. Это уже само по себе крайне странно. То, что они уводят его в Бавилон, может показаться опять-таки результатом некомпенсированности автора книги Хроник с чего это вдруг Вавилон, если речь идет об Ассирии, но мы должны помнить, что Вавилон в те времена является частью Ассирийской империи, Вавилон подчинен Ассирии до ее падения. Так что это само не так удивительно, но факт, мнениями Минаше очень странно и в беде своей он стал умолять Господа Бога своего и глубоко покорился Богу отцов своих и молился ему и Бог внял его и услышал моление его и возвратил его в Иерусалим на царство его и узнал Минаше что Господь есть Бог а потом построил стену внешнюю города Давида западнее Тихона и поставил военачальников во всем городам крепленным в Иудее и удалил богов чужеземных и идолы из дома Господня и все жертвенники которые он соорудил на горе дома Господня в Иерусалим и выбросил на руку и загор и отстроил жертвенник Господень и принес на нем жертвы мирные и благодарственные и сказал иудеям общие же дела Минаше и на литва его и то что Бог взнял и все грехи и изменные места на которых он поставил высоты и поставил жилые и стуканы для того как покорился описанных записей Хазая то что мы упоминали в прошлый раз стремление автора книги Хроник представить историю как записанную пророками вся эта история весь этот рассказ который мы сейчас прочли не имеет никакого аналога книги царей впоследствии он тоже разрабатывался еврейской традицией и первую такую разработку мы встретим в Септуагинте мы опять же поговорим об этом на последнем занятии итоговом сейчас для нас важно понять мотивы автора книги Хроник он не может примять идею что Минаше является виновником разрушения Храма и он это кстати говоря не упоминает в отличие от автора книги царей одно из отличий заключается в том что он выбрасывает слова о том что Минаше есть виновник будущего разрушения Храма он пишет что он был страшный грешник что Господь говорил к Минаше и к народу но не внимали ему для него это невозможная ситуация если Минаше виновник в разрушении Храма Храм должен быть разрушен в его дни если же Храм не был разрушен в его дни значит он не был виновником в разрушении Храма но тогда надо объяснить почему Бог его пожалел если он был такой страшный грешник Для этого создается история раскаяния Минаше, ибо есть принцип раскаяния, чувы. Чува нам известна, который сформулирован уже в Торе, хотя и для народа в целом, а не для отдельного представителя. Кто первый формулирует принцип личного раскаяния, что тот же пророк Епискель, все в той же 18 главе, когда он говорит, что если человек всю свою жизнь грешил, но в конце дней раскаялся, Бог его раскаяния принимает. И именно эту модель автор книжных хроник реализует в случае Минаше, тем самым объясняя, почему Бог его просил. Минаше не просто раскаялся, но вернувшись, будучи накажен и оказавшись в плену, он, вернувшись после этого в Иерусалим, постарался ликвидировать следы своих прежних грехов и повернуться ровно на 180 градусов, стараясь приблизить народ к Богу. То есть, как мы видим, реставрация, точнее реформа здесь текста книги царей кардинальная. Все это делается, повторяю, ради сохранения принципа личного вознаяния. И последний сюжет, который мы сегодня с вами в этой связи обсудим, это последний царь Иудеи, царь Йошиял. Из Йошиял книги царей «Противоположность Минаше» представлен как эталон праведника. Он представлен фактически как второй Давид, как человек, который в тот момент, когда распадается Осирийская империя, фактически восстанавливает царство Давида Шломо, аннексируя территории Северного царства. Напомню вам, что Северное царство было разрушено Осирией за практически 100 лет до этого. И теперь образовался некий вакуум после того, что Осирия фактически перестала власть. И Йошиял, воспользовавшись этим, захватывает эти территории, проводит радикальную религиозную реформу, направленную на централизацию культа в одном месте, в Иерусалиме, в Иерусалимском храме. Он железной рукой уничтожает все местные святилища, но и как бы видимо воспринимается, по крайней мере, среди его сторонников, действительно как второй Давид, но его ожидает трагический конец. Это то, что и описывает автор книги царей. В его дни фараон Нихо, царь египетский, пошел против царя Ассирийского на реку Прад. Это отражение вполне реальных событий попытки Египта, стародавнего врага Ассирии, теперь помочь ей в ее борьбе против Вавилона, «Ибо Вавилон пугает египтян сейчас больше, чем ослабевшая Ассирия. И вышел царь Ешияу навстречу ину, и тот убил его в Мегидо, когда увидел его в Петербурге». Почему Ешияу вышел ему навстречу? По той же самой причине, политические, как бы здесь политические изображения. Ешияу как раз стремится к падению, к полному падению Ассирии. Он заинтересован в возвышении Вавилона. Вавилон еще не воспринимается как реальной угрозой иудеи. Кстати говоря, рецидив такого же отношения мы видим во времена Маковеев, которые в борьбе с греками обращаются за помощью Крима, иуда Маковеев. Но вот он гибнет, и так, в общем-то, неожиданно, во свете лет, в середине всех его репорам, кончается его царство. Теперь для автора книги «Кроник» это невозможно принять. Царь, праведный царь, эталон праведности, гибнет так нелепо в результате, так сказать, ошибки, аварии. Посмотрите, как он описывает. После того, как подготовил Ешияу в дом Божий, направился Мехо царь Египетский воевать, тут неправильно написано, что Кримиша на тракте. У него есть место, Кримиш, где происходила битва с Лавилоном. «И вышел навстречу ему Ешияу». Все это происходит в 609-м году до Нового века. «И послал к нему Нехо послов, говоря, смотрите, что добавляет автор книги «Кроник». «Что тебе до меня, царь Египетский? Не против тебя теперь иду я к месту моего сражения. И Бог повелел мне поспешать, не против себя Богу, который со мной, дабы он не погубил тебя. На что только нельзя, автор книги «Кроник», чтобы не нарушить принцип воздаяния». Он вкладывает Параону в уста некие представления, в соответствии с которыми Параон воспринимает себя как орудие Бога. Собственно, это не нововведение автор книги «Кроник», уже в клубе царей Равшате, слюга сирийского Таря Сан-Серива, объявляет, что Сан-Серив послан Богом, разрушив Иерусалим. Здесь автор книги «Кроник» воспользовался этим же мотивом, кто зажил это в устаных Хо и не отвернул Йошияу от него лица своего, но чтобы сразиться с ним, переоделся и не послушался слов Нихо, исходившись из-за ноги и прибыл воевать с Дарину Магедо. И выстрелили в руки в царя Йошияу и сказал царь Слуган Сан-Сериву, «Уведите меня, потому что я тяжело ранен». И так он погибает. Кстати, описание гибели Йошияу автор книги «Кроник» фактически переписывает из описания гибели царя Ахава, реагральского книги царей. Он воспользовался уже готовым описанием. Но опять же, для нас важно и существенно здесь подчеркнуть, что Йошияу гибнет не просто так. При всей его праведности он совершил ошибку, он не услышал и не захотел услышать слова Бога, обращенные к нему. Он не должен был мешать параону Нихоу Нихоу в его походе, помешал наказу погиб. То есть ровно противоположно тому, что мы читали о Мэнаше, это некоторое зеркальное отражение, мы, я вижу, пришло несколько реакций, несколько сообщений. Мне кажется, что это не критика, а утверждение, что раньше такое бывало, что дети отвечают за... А, это было, прошу прощения. Ничего не понимают книги «Хроник» верить нельзя. Сергей, ваш вопрос подводит нас к некоторому итогу сегодняшнего занятия. Что значит «можно или нельзя верить»? Если вы хотите пользоваться книгой «Хроник» как некоторым надежным историческим источником, боюсь, что она вас разочарует в этом плане. Нет никаких сомнений в том, что автор книги «Хроник», толкуя предыдущие тексты, добавляет детали, а иногда и целые рассказы, которые, по крайней мере, мы ничем не можем подтвердить, а с другой стороны, очевидно, что они служат его концепциям, теологическим и историческим. С другой стороны, это не значит автоматически, что любое из сведений, которые автор книги «Хроник» приводит, у которых книга «Царей» заведомо плодового ображения. Возможно, у него были источники, на которые он опирался. Сейчас я вам отвечу, Сергей, я только хочу довести свою мысль до конца, я с другой стороны хочу указать на то, что и книга «Царей» как исторический источник тоже не является безупречной. И там мы видим некоторое осмысление истории. Возможно, что он гораздо более точно приводит факты автор книги «Царей». Ну и он их переосмысливает и пересказывает в соответствии с теми концепциями, которые его ведут. Так что автор книги «Хроник» здесь строится на своих предшественниках, только он гораздо в более крайней форме этот взгляд проводит. История подчинена идее. Еще более крайней форме, чем автор книги «Хроник», а потом будут делать Митраши, Митраша Гада, уже в постбиблейскую эпоху. То, что вы спрашиваете, но тому, что Бог всегда предупреждает о наказании, верить можно? В каком смысле верить? Верить, наверное, можно. В том смысле, что есть пророки, которые предупреждают о глядущем наказании. Можно ли считать, что каждый раз, что даст книги «Хроник» в более пророческому фигуру, о чем мы будем говорить в следующий раз, это есть некоторая фиксация исторического факта? Не знаю, не думаю. Но для него, опять же, это принципиально важно. Бог не наказывает, не предупредит. Что значит вы, Сергей Писыч, я как-то всегда верил тому, что говорят пророки. Я ни в какой мере не призываю, не поймите меня превратно, чтобы не верить пророкам. Пророкам пророки есть некий канал нашей связи с Богом. Но пророческие слова здесь передаются не от первого лица. Это то, как автор книги «Хроник» воспринимал функции пророков и вводил их в свое повествование. Не забудьте, перед нами литературное произведение. Да, оно носит исторический таракт. Но что только в книге «Хроник»? Что именно только в книге «Хроник», Сергей, это я уже не понял вопрос. Уточните про пророков. Да нет, ну просто в книге «Хроник» это подчеркнуло. Это становится некоторой, ну что называется, одной из центральных точек мировоззрения. Но это не только в книге «Хроник». В данном случае мы видели разницу между книгой «Хроник» и книгой «Царей». Я впервые предложу к тому, что перед нами Медраж. Теперь Медраж не является в прямом смысле слова надежным историческим источником. Он может основываться на исторических событиях. Как правило, Медраж Агада основывается на определенном историческом событии, берет его за основу. Дальше начинаются, так сказать, чудеса. Он его обрабатывает и как бы вмещает в свою теософскую и теологическую и историческую концепцию. Но, опять же, это не значит, что, исходя из нашего сегодняшнего занятия, чему-то нужно верить и чему-то нужно не верить. На мой взгляд, нужно внимательно читать текст и стараться его понять. Это главная задача, то, к чему нас автор ведет. Чем мы будем заниматься в следующий раз? В следующий раз перед нами будут две темы. Мы, с одной стороны, поговорим более подробно о месте пророков книги «Хроник». Это подведет нас снова к вопросу Сергея. А во-вторых, мы поговорим о месте Торы книги «Хроник». Это, так сказать, те две темы, которые будут занимать нас в следующий раз. Еще вопросы, замечания. Мы должны завершать нашу сегодняшнюю сессию. Я перед вопросами, замечаниями, желанием. Пожалуйста. Пока что никаких вопросов больше, кроме Сергея, не возникает. Спасибо вам. Ну что, Натан, будем решать? Может, ты объявишь по-разному изменинению? Спасибо. Я хотел, пока народ не разбежался, я хотел еще раз повторить техническую вещь. Пока не будет дополнительного объявления, приседения к лекции, пока что будет по схеме, как это было сегодня. А именно, есть прямой линк. Я его рассылаю в этом письме напоминания перед лекциями. Это имеет отношение не только к этой лекции, а вообще ко всем лекциям. Я его рассылаю в письме напоминания перед лекцией. Кроме того, вручную, вклеиваю, на странице курса будет появляться линк, где будет написано «Присоединиться к лекции и дата». А то, что было обычно, как бы автоматически появляется линк «Присоединиться», его нет. Ну, вот я надеюсь, что это понятно и не будет препятствием. Окей. Всем спасибо. Спасибо всем. Всего хорошего. До встречи на следующей неделе. До свидания. До свидания. Продолжение следует...